Привет, друзья! С вами YouTube-канал Садового Центра Арония. И сегодня я хочу поговорить о таком всеми знаемом, любимом, распространенном, пожалуй, самым распространенным декоративным кустарником, который по отзывам корифеев дендрологии считается идеальным растением для озеленения городов. Это спирея бумальда. Наиболее часто на участках встречаются низкорослые сорта этого растения. В данном случае это представитель одного из них. И хотелось бы акцентировать внимание на некоторых аспектах ухода. Само понимание низкорослого растения, это не означает, что оно будет, как вы его купили в горшочке P9, вот такое, и дальше в таком формате находить. После того, как вы его посадите, оно укоренится и постепенно будет нагоняться мощный куст. То есть в данном случае вот этот куст при регулярной обрезке на данный момент имеет метр двадцать ширину и высоту девяносто сантиметров. Хотя сорт вроде как и низкорослый. Вопрос заключается в том, что здесь хорошая почва, полив, ну и независимо от того, будете вы его резать или нет. Если вы его не будете резать, он будет постепенно нарастать, нарастать, набиваться изнутри сушняком. Укореняются полегшие на землю ветки очень хорошо. И я встречал на заброшках такие места, где спирея бумальда образовывала, ну условно говоря, как мухоморы, ведьмины кольца. Так вот то же самое. Старый куст раскладывался, края его укоренялись. Средняя часть давно уже выгнивала, высыхала и получалась такая поляна из новых молодых растений. То есть получается такая миграция. Для того, чтобы растение имело вот такую привлекательную форму, практически полусферическую, с жесткими, хорошо стоящими стеблями, плотными крупными листьями и совершенно плотным сплошным цветением по поверхности, его надо регулярно обрезать. Ну, понятное дело, сейчас конец сезона мы обрезаем на зиму. Можем резать то же самое весной, перед началом вегетации. Здесь принципиального отличия нет. Особенностью спиреи является то, что она цветет на концах молодых приростов. То есть каждая обрезка, она стимулирует развитие молодых приростов. И, соответственно, через месяц-полтора после того, как они подросли, на конце формируются бутоны, и оно цветет. То есть можно ему дать отсвести весной первый раз, в мае, там, или когда она, в начале июня. Обрезать, она отрастет опять, зацветет, обрезать еще. На некоторых участках я резал даже во второй половине августа. К сентябрю, к середине, к концу, кусты стояли такие же кругленькие, покрытые цветами. Это летом не обрезалось, поэтому после цветения сформировались плоды, которые, если созреют, высеются, и довольно неплохо даже будут сходить. Поэтому мы сейчас здесь будем производить базовую обрезку. Само по себе это растение режется регулярно, поэтому мы видим внутри практически все ветки одинаковой мощной толщины и примерно одинаковой длины. То есть за счет чего и создается полусфера. Принцип обрезки в данном случае заключается в том, чтобы удалить наиболее старые или отмирающие ветки, оставить некоторое количество самых мощных и крепких, желательно молодых, побегов, которые мы укоротим где-то на 15-20 сантиметров от земли. То есть сделать такой ежик. Понятное дело, всю зиму он будет сейчас стоять таким. Если вы это делаете летом, то он буквально сразу начинает отрастать по новой. То есть вот берем с краю и поехали. С загущенности, вот разветвленный побег, который был обрезан до этого, на нем 4 побега, допускать не надо. Больше двух оставлять не стоит. И то это коротко обрезаем, чтобы они потом розеточку давали. Ну и соответственно все эти срезы должны входить в зону определенную, которую мы отвели вот 20 сантиметров в длину ладони вот земли. То есть оно должно быть шариком, так и обрезанным. Сначала мы обрезаем практически все, чтобы нам было видно основание куста. Потом мы повыбираем оттуда то, что сочтем не перспективным для дальнейшего эксплуатации. Видите, даже при регулярной обрезке жесткой внутренние побеги, которые формировались в центре куста, и внутренние листья частично, они все равно обсыхают, потому что там создается зона затенения и непродувания. То есть свет и вентиляция это аксиома, которая прилагаема абсолютно к любому растению и которую мы должны соблюдать при любой обрезке. Это черновая часть расчистка поля зрения. Вот вы видите старые срезы, это весенняя обрезка, благодаря которой сформировалась эта форма куста. Вот мы в шерне обозначили контур, раскрыли видимость середины. Теперь надо этот куст проредить, то есть мы видим тут полсотни побегов, разной толщины, разной степени развития. То есть что мы однозначно удаляем? Мы удаляем однозначно вот такие тоненькие, как спичка, побеги, которые идут от корня, их тут достаточно много, и удаляем сильно толстые старые побеги. Они мощные, они хорошие, вот допустим, вот этот. Но нам надо создать базовую зону, с которой пойдет примерно одинаковое, равномерное развитие во все стороны. Поэтому мы стараемся сейчас оставить побеги вот такого плана, как у меня в руках, однолетки, хорошо развитые, и несколько ограничить их количество. Сейчас мы это сделаем. Сильно толстые вот эти побеги старые, они как бы жизнеспособны, они хорошо растут все, но они дают множественное ветвление на концах, чрезмерно множественное. И, соответственно, более мелкие приросты. Поэтому нам надо заниматься уравниловкой. Сделать так, чтобы все приросты были максимально одинаковые. Вот уже зона готова. То есть стартовые условия, чтобы у всех были примерно одинаковые. Вот эти все пеньки желательно вырезать максимально низко, насколько получается. Насколько вам позволит ваш инструмент. Потому что по мере накопления они тоже создают угнетающие условия для роста. Потом они начинают высыхать, выгнивать. Но потом их можно выпить, правда, стамеской довольно легко. Вот, то есть мы до самого низа вырезаем ненужные побеги. И оставляем только здоровые, ровные и с необходимой нам плотностью. Излишняя плотность, некоторые думают, она создаст более пышную крону и более плотное цветение. Нет. На мощных побегах будут развиваться хорошие жирные приросты. И корзинки цветочные на них будут намного мощнее и лучше, чем на утонченных загущенных побегах. И в конечном итоге они получим более эффектный результат, так скажем. Вот как здесь несколько толстых побегов, которые идут через крону. Мы их тоже прорежаем, в них нет смысла. То есть равномерно опустошаем, чтобы во все стороны было равны. Особо толстые палки стараемся вырезать еще из тех соображений, пока их реально можно удалить. Потому что чем оно толще, особенно если начнет подсыхать, тем сложнее потом его выбить из основания куста. И опять же таки функционала в них никакого. И вот эти тоненькие, нитчатые, вот оно вроде. Здоровые листики, все нормально. Но не перспективен в плане роста следующего охота. С него ничего хорошего не вырастет. Часть из них высохла уже. Это были молодые зеленые приросты, но они были тонкие, они были в центре куска. Когда за несколько лет этого мусора накапливается достаточное количество, само по себе растение, не растение, а побеги, сильно измельчаются. Начинают массово сохнуть, и у них зелеными остаются только верхушечки. И они по всему объему, как сейчас здесь было, зеленые приросты. То есть декоративность у куста от этого только теряется. И не бойтесь разрядить в достаточной мере. То есть делаем щеточку, чтобы они все параллельно торчали друг к другу. По возможности не пересекались, сумелось весь. Сразу убираем. Вот тоже участок очень загущенный. Высечем отсюда посередину. Принцип еще заключается в том, что мы разряжаем основание куста. Почки здесь везде, в том числе и на уровне почвы. И они будут пускать побеги тоже по всему объему. То есть, чтобы нам на следующий год в этих разряженных областях опять могли сформироваться и вырасти нормальные молодые побеги, которые будут на замещение старым или удаляемым. Еще раз акцентирую внимание на том, что все, что вы удаляете, удалять нужно максимально низко. Условно говоря, под уровень почвы или под корневую шейку, как кому это будет удобнее назвать. Продолжение следует... Вот мы проредили основание куста. Ну и теперь чисто визуально подравниваем верхушки оставшихся веток примерно в одну поверхностную плоскость. Почки у них расположены очень быстро, поэтому там пытаться выискать, чтобы обрезать именно. По почку смысла нет. Все равно это расходный материал. Все равно вы его будете опять через год резать. И оставшиеся где-то маленькие пенечки, они никак не повлияют на физиологическое состояние растения. Да, сразу смотрим, потому что иногда попадаются отмершие побеги. На срезе их хорошо видно. Желательно сразу дозем. Ну, собственно, все. Мы сформировали базу для роста в следующем сезоне. Каждый из этих веток пустит на своем конце, с началом роста, 3-4-5 побегов, которые сформируют равномерно мощную шапку, и на конце которой будут цветы. Если мы не поленимся, если у нас будет желание, можно повторить такую точную обрезку и среди лета. И в конце лета каждый раз растение вас отблагодарит пышной зеленью и ярким цветением. Вот сейчас полметра на 30 сантиметров высоты. С этой базы опять вырастет литровая полусфера с 60-70 сантиметров высоты. Если вы хотите, чтобы конечный формат растения был чуть меньше, обрезать можно значительно короче. Можно и 5-7 сантиметров обрезать. Тут все почки равномерно, нормально пробуждаемые. То есть на каком бы месте вы побег не обрезали, хоть вот так, все равно оттуда пойдут 3-4 победа молодые. Просто в данном случае здесь нужен формат куста чуть более объемный. Если нужно, чтобы конечный формат был 60-70 сантиметров, вы обрезаете на 5-7 сантиметров над землей. Не бойтесь, работает оно совершенно исправно и всегда дает хороший результат. Даже на осыпавшихся кустах, когда нет листьев, и трудно понять, живая ветка или нет, то на срезе это очень хорошо видно. Вот первые 3 ветки, зеленые, яркие, живые, нормальные. Мы из них куст формируем. Следующие 3 ветки, как вы видите, они такие коричневато-желтые, сухие. Эти побеги удаляем сразу полностью, подколем. А это те самые растения, которые мы обрезали в середине августа и которые в середине сентября дали прирост и зацвели по новой. Эти растения, конечно, помельче, чем наш основной герой сюжет, но и менее показательны. Надо отметить, что второе и третье цветения у них несколько менее интенсивно, чем первое. Но тем не менее, яркость, пусть и не столь обильных, но все же цветов на данный момент уже в середине октября и яркие концы молодых побегов создают дополнительную декоративность участков. Надо отметить, что эти растения более молодые, второй год после посадки. Соответственно, корневая система не столь активно развита. И в связи с этим приросты тут несколько короче. Этот куст ровесник нашего главного героя, но в этом году он не обрезался как положено. То есть, второй год он растет без обрезки, хотя ранее за ним уход был регулярный. И, как вы видите, размеры у него уже достигли больше полутора метров по ширине и метр почти по высоте. И мы видим, что началось ветвление второго порядка на уровне окончания прироста прошлогодних побед. Внутри он, слава богу, не сильно забитый, но мы уже видим увеличение общей длины ветвей. И, условно говоря, если дать ему год прорасти еще в том же контексте, то они начнут почти ложиться на землю. Если предположить парковый рост или неухоженное место, в середину куста будет набиваться опад, ну и, соответственно, его будут разваливать. Опять же таки акцентируем внимание, что это сорта мелкорослые. Здесь поли. Вот еще один вариант развития событий. Вроде как кустик пытались урезать в маленькую форму, но не провели прорежение ветвей. И наряду с достаточно неплохими побегами осталась еще куча недоразвитых, тонких, но не умерших веточек, которые дали, соответственно, такие же недоумершие, недоразвитые приросты в большинстве своем с кучей хлорозов. Дальше это перерастает в большие размеры. Они, конечно, не догоняют по темпам роста чищенные и резанные растения. Оно все измельчается, но при этом жутко уплотняется. В любом случае этот куст расползается, и посаженные через метр они срослись в сплошное пятно. И вместо того, чтобы быть красиво цветущими полушариками, получилась глыба со сплошным сушняком внутри, с поверхностным небольшим слоем, с кучей мелких побегов и, соответственно, мелких соцветий, которые вроде как и множественные, но за счет своих небольших размеров и быстрому отцветанию они даже не создают цветочного ковра, который мы привыкли видеть на этом растении. И потихоньку таким образом мы скатываемся, если так можно выразиться, в ботаническую руину. Поэтому то, как будут выглядеть ваши растения, или будут они соответствовать своему определению идеального растения для ландшафтного дизайна, или будут превращаться потихоньку в захламляющиеся, истощающиеся, отмирающие хлорозные кучи, зависят только от вас. Не ленитесь, трудитесь. На этом пока. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok